И сына, и святаго духа, дорогие братья и сёстры, в сегодняшний день мы вспоминаем события, которые произошли на сороковой день, а после Рождества Господа Иисуса Христа. После рождения, когда Матерь Иисуса с Иосифом пришли в Вифлеем, так как по закону гражданскому, исшедшему от императора Августа, они должны были принять участие в переписи, они находились в пещере, так как не дошлось для них места, и там родился Христос. Туда же пришли и пастухи, да, для поклонения, когда Господь им возвестил эту радостную визь. И вот после этих событий они не ушли сразу домой, а пребывали в Иерусалиме уже в доме, потому что надлежало по закону Моисея, во-первых, обрезать Иисуса Христа в восьмой день, а во-вторых, на сороковой день нужно было принести искупительную жертву. По закону опять-таки Моисея за всякого первенца мужского пола приносилась жертва. И вот, чтобы исполнить этот обряд по закону Моисея, Божьей Матерь вместе с Иосифом, они пришли в храб Божий, где и исполнили все повеленное законом. И вот, когда они уже выходили из храба, то их встретил старец Симеон, о котором апостол Лука говорит, что он был праведной жизнью, который взял свои такие старческие руки Иисуса, и Духом Святым ему было указано, что это и есть Мессия. А этот старец он в течение многих десятилетий. А жил он не одно столетие. Так вот, мы все знаем о том, эту историю, как он был один из переписчиков Священного Писания. И он не усомнился в словах Священного Писания, подумав, что здесь что-то не так написано, потому что, если я не понимаю, значит, это не так, наверное, перевели. То есть он усомнился в словах Божьих в Священном Писании, потому что думал, что там какой-то человеческий фактор замешан. И вот он хотел так и написать, как он подумал, переписать, перевести книгу Священного Писания с еврейского на греческий, как он понимал. И вот ангел удержал его руку и сказал, что так как ты усомнился в этих словах и не поверил словам Божьим, то ты будешь жить, пока эти слова не исполнятся. И вот он жил. Жил очень долго, не одно столетие, как повествует предание. Все его родственники умерли, а он ждал. Ждал, когда Бог исполнит свое обещание, и он увидит этого младенца. И вот настал момент, когда это совершилось. И вот он на своих трепещущих старческие руки принял Иисуса Христа и произнес такое пророчество о Нем, опять-таки, Духом Божьим, что сей лежит на восстании падений многих в Израиле, будет камнем пререкания, через Него многие спасутся, а многие погибнут неверующие. И к Божьей Матери обратился, что и тебе оружие пройдет душу. То есть ты испытаешь много скорбей. И тебе откроется помышление сердца многих людей. И Анна, пророчица, женщина-старица, вдовица, честная, которая в семье была замужем, и после того, как муж умер, 84 года, она пребывала в вдовстве, в честном таком, и служила храму день и ночь, не отходя от него. И была праведной жизнью, и она тоже была приведена Богом ко Христу. И вот эти два старца Ветхого Завета, Семен, богоприимец, Анна, пророчица, еще Иосиф тоже был старец праведный, вот они все стояли над Христом и как бы смотрели на то обетование, которое ожидали их предки в течение многих столетий, что вот оно исполнилось. И вот старец произнес такие слова, Семен, что ныне отпущаешь раба твоего владыка, что все, ныне пришло время, я увидел спасение, которое ты уготовил всем людям, а сейчас отпускаешь меня с миром, то есть все, отхожу к тебе, Господи. Вот это событие мы сегодня празднуем. Это событие, оно имеет две стороны. Одна сторона – это Ветхий Завет, а другая сторона – это Новый Завет. Так вот, по Ветхому Завету, почему этот обряд поустановлен Моисеем? Когда Господь выводил израильский народ из Египта, то фараон не хотел отпускать израильтян, потому что они были у него рабами. И много работы делали. И он не мог оставить такую работу без вот этих рабочих, таких вот даровых, да? И вот тогда Бог стал уводить, когда стал уводить израильтян, то он прошел, здесь и казни было, да? И вот одна из казней была, все первенцы мужского пола, они из Египтян были на вершине ангелов. А израильтянам сказали, что помажьте косяки греймаши жертвенной крови, и тогда ангел проник ним. И вот в благодарность за то, что израильские младенцы были спасены, то они как бы были посвящены все Богу. А чтобы родителям выкупить у Бога вот этих младенцев, то они должны были приносить жертву. Это было для чего? Не для того, чтобы Богу жертвы были на земле, а чтобы израильтяне помнили, да? Как о них позаботился Господь, чтобы это предание жило в них, было живо, и они были благодарны Богу. И вот в ознаменовании этого обряда, этого закона, младенец Христос был принесен Богом, вернее, принесен родителями в Храм Божий, для того, чтобы принесена была за него жертва. Вот, также встретили его, как я уже сказал, старцы, да, праведники Ветхого Завета, которые были и сами по возрасту старенькие, да, уже все. Вот, и как бы этим ознаменуется встреча. Почему «Стретье» не называется? Потому что это встреча. Встреча Ветхого Завета с Заветом Новым. И вот самые лучшие представители Ветхозаветной веры, веры, они пришли поклониться и воздать почести приходящему к Христу. То есть все новое наступает, да. Ветхий Завет отходит на второй план. Наступает новая жизнь, новая вера, вот, которые, новые отношения с Богом. Вот. Ну, они пока еще в полной мере этого не понимали. Просто пришли отдать дань и честь родившемуся Мессии Христу. И также мы, имеет этот праздник в новую заветную сторону. Здесь заключается Новый Завет, да. Христос пришел. Он пришел не исправить что-то, а исполнить, да. Как Он сам сказал, что я не исправить пришел, а исполнить закон. И Он в своей жизни этот закон исполнил. Он принял обрезание, да. Он принял, вот это принесено было за Него жертву. Хотя Он, как Бог, за Него не должна была приноситься жертва. Вернее, Он не требовал этого. Он не требовал крещения Туана как исповедания грехов своих, потому что Он безгрешен. Но Он все, как человек, весь этот закон исполнил. И, как бы, заключил человечеством Новый Завет. И мы сейчас с вами, христиане, мы живем по Новому Завету. Если в Ветхом Завете человек должен был выполнить все предписания этого Завета, чтобы войти в рай, то в Новом Завете от христиан требовалось вера. Если ты веришь во Христа и будешь стараться исполнить эти заповеди, пускай у тебя будут не получаться, но ты будешь все равно идти этим путем, не оставляя, не ослабевая Нем, но трудясь, то Господь тебя за веру в Иисуса Христа, Он тебя спасет. Он очистит твои грехи, исправит твои страсти, Он все, что в тебе самое доброе, Он тебе это приумножит, а то, что не будет хватать, Он восполнит своей благодатью. Так вот, в Ветхом Завете должны были, по идее, спасаться толщиной исполненной заповеди, но никто из людей не мог исполнить, поэтому нужно было заключить Новый Завет в человечестве. Вот в лице Иисуса Христа этот Завет был заключен и в праздник Сретения как бы эти два Завета встретились и наступает эра Нового Завета. И мы сейчас, дорогие мои, живем также в Новом Завете. Нам даны те же обетования, что и апостолам, что и христианам. Вот, мы все являемся наследниками Царствия Божия, призванными туда. Вот, и Господь нас ждет и уготовил все для этого, вот, чтобы нас радовать, чтобы нас принять в себе. Нам только нужно немножечко потрудиться, чуть-чуть, знаете, чуть-чуть потрудиться. Апостол Павел говорит, что все ваши беды, они не такие большие, потому что вы не до смерти страдаете, так, не до крови страдаете. Вот, но каждый из нас несет какие-то искушения, какие-то скорби. Вот, и Господь говорит, укрепляйтесь, я вижу все ваши скорби, я взвесил ваши силы, вот, и я знаю, кому сколько нужно пройти вот этих испытаний. Испытания не необходимы для того, чтобы вы усовершенствовали, чтобы вы могли принять мою благодать, чтобы вы научились смирению, вот, чтобы вы научились воздержанию, чтобы вы научились милосердию, чтобы вы научились любить друг друга, вот, по-настоящему любить. От этого нужна скорбь. Христос потерпел скорбь, показывая тем самым, как он любит человека. И от нас тоже требуется, в меньшей степени, но тоже требуется. Поэтому не ослабляйтесь, вернее, не расслабляйтесь, не унывайте, вот, Господь ради нас пришел для того, чтобы нам даровать то, что готовил Отец с небесным нам. И всех вас, дорогие мои, поздравляю с этим днем, с праздником Светения, с обновлением жизни, да, христианской. Вот, всем вам желаю трудиться, потрудиться, и чтобы не получить те обетования, которые Господь нам удастся. Вот. Сейчас мы с вами совершим еще молебен, потому что праздник Светения с древних времен совершались, совершалось освещение свечей. Вот, была такая традиция еще в языческом мире, вот, люди ходили в этот день, в эти дни со свечами. Но церковь, она как бы, там были шествия такие, вот, но церковь, она как бы, приняв этот обучий, вот, который был любимым народом, вот, еще языческим, да, она осветила его, вот, и мы тоже выжигаем свечи, и она, церковь, она взяла, как бы, эту основу для того, чтобы, как бы, вот это вот, напомнить смыслом, да, вот эти, вот эти вот, шествия, вот, были крестные ходы, да, и люди, не было других светильников, вот, а были только свечи. И вот, церковь, освещая свечи, как бы, показывая, что свеча, она является, во-первых, жертвой Бог наш, у нас сейчас нет таких жертвоприношений, как были в Ветхом Завете, но мы приносим жертву, что наше сердце, наше чувство, нашу волю, приносим жертву Богу. Вот, а свеча, она напоминает о том, что наша молитва, она должна быть горячей. Вот, свеча, она горячая такая, да, всегда горячая, вот, холодного огня не бывает, да, всегда горячая. И вот наша молитва, она тоже должна быть такой горячей, как стараться, взгревать, чтобы вот эти слова Божьи, вернее, слова Божественные, да, других людей, может быть, мы читаем молитвы, когда мы ставим свечку, мы всегда молимся, обращаясь к Богу. И вот, казалось бы, это эти слова людей, которые жили очень давно, и может быть, их язык нам непонятен, какие-то слова непонятны, да, мы, вот, но мы должны войти, стараться, так вот, прочитать эту молитву, любую молитву, так, как будто это были наши слова, что мы вот так вот хотим, Господи, тебе сказать, вот, вот этими словами святых людей, вот, и поэтому наша молитва, мы должны стремиться, чтобы наша молитва была горячей, чтобы она была внимательна, чтобы мы осознанно, со вниманием обращались к Богу. Так вот, знаете, как мы друг с другом разговариваем, вот, мы же говорим, общаемся друг с другом, вот, мы понимаем, что человек нас слышит, да, мы не то, что верим, что он нас слышит, мы знаем, что он нас слышит, также и Богу мы должны быть уверены, что Бог нас слышит, что сейчас Он стоит и смотрит на нас. И Он внимает нашу молитву. И вот если бы действительно разверзли небеса, и мы бы увидели, как Господь нас слышит, знаете, мы как бы с такой бы вниманием у нас сразу появились. Мы по струнке смирно бы стояли, вы знаете, и говорили, Господи, вы в таком бы благоверии и крепоте предстояли, но от нас это сокрыто. Но мы должны знать, что это действительно так, что Господь внимает нашу молитву. Поэтому суча она является напоминаемым. Напоминаем нам, что мы должны возгревать, делать нашу молитву горячей. И вот мы сейчас совершим молебен, те записи, которые писали, мы сегодня прочтем. И осветим свечи, которые вы можете взять. Эти свечи, они не имеют какой-то магический характер. Некоторые говорят, вот какая-то волшебная свеча, сейчас ее зажгу, и все будет хорошо. Нет. Это просто как бы освещение свечей. Как бы мы твоя, твоих. Господи, те свечи руками своими сделали, да? А ты их освети, благослови, чтобы наша молитва, она была тебе приятной. Чтобы нам, когда мы выжигаем свечу, чтобы нам быть собранными на этой молитве. Чтобы этот огонек от свечи, оно помогало нам предстоять перед тобой достойно. Вот. как бы вот в этом смысл. А он не делает свечи какие-то волшебные, чтобы мы не заблуждались. А то, знаете, мы падки на какие-то магические такие вот вещи. Мы хотим, чтобы вот что-то такое было, что это пользуешься, и все бывает, как мы хотим. Нет. В церкви такого нет. В церкви мы обращаемся всегда Богу. И Бог, он по своей воле может кому-то больше дать, кому-то меньше. Кто-то меньше терпит, кто-то больше. Вот. Все по-разному. Господь взвесил сердце каждого человека. Вот. Поэтому, дорогие мои, мы сейчас, вы будете подходить ко кресту. Послушайте. Благодарственно. Сейчас прочитаем или после? Давайте так. Мы сейчас прочитаем благодарственно, чтобы нам не уходить отсюда. А потом, когда мы пойдем, осветите свечки, и оттуда сразу же можно будет идти. Спасибо.